Очень простое в приготовлении, вкусные, сытные и необычные блюда сегодня приготовим. Друзья, и снова здравствуйте, с вами как всегда Маша и вы на канале вкусно, просто и доступно. Я сегодня хочу поделиться с вами рецептом приготовления просто обалденного гарнира и можно сказать даже полноценного блюда, я уверена что вам понравится, а все как всегда очень просто. Начнем с приготовления соуса. Сливочное масло нужно растопить и добавляю сюда муку. Все хорошо перемешиваю и примерно одну минуту нужно чтобы мука прожарилась в этом масле. Все точные пропорции для этого блюда я напишу как всегда в описании под этим видео. В эту массу я добавляю половину молока и перемешиваю все в однородную. Вливаем оставшееся молоко и снова таки все хорошо перемешиваем и доводим до кипения. Как только все закипело я добавляю соль, немножко перца по вкусу и любые специи. У меня это мускатный орех, немножко розмарина и базилика. Также я добавляю чеснок и укроп, но специи вы можете добавлять абсолютно любые. Это я приготовила соус бешамель. Все выключаю, у меня все готово, пока оставляю в сторонку, но я у контакт прикрыла пакетиком. Я подготовлю овощи. Молодой картофель нарезаю вот такими небольшими кусочками. Конечно же можно приготовить так только кабачок, но блюдо будет водянистое, а картофель очень вкусным, если готовить и картофель и кабачок, и более сытным. Картофель нужно посолить, добавлю немного соуса и перемешаю. Картофель я выкладываю нижним слоем. Таким образом кабачок будет пускать сок и в этом соке картофель приготовится. Равномерно распределяю по всей поверхности формы. Дальше подготовим кабачок. Нарезаю тоже вот такими кусочками, примерно как картофель. Сверху засыпаю все кабачком. Его тоже нужно обязательно посолить. И заливаем все оставшимся соусом. Благодаря соусу, соус тоже впитает в себя лишнюю жидкость и у нас получится очень вкусное блюдо. Отправляю все в духовку разогретую до 200 градусов на 1 час. Через час вынимаем из духовки. Посмотрите как все бурлит, соус такой ароматный. Сверху посыпаю все сыром по желанию, можно и без сыра. Но у меня было немножечко пармезана, я отправила на 5 минут еще в духовку для более ароматной корочки. Даем 2-3 минуты постоять и все, можем подавать к столу. Посмотрите какой классный и очень вкусный гарнир у нас получился. Честно скажу, я подавала это как полноценное блюдо. Дети эти кабачки лопают просто за обе щеки, что меня удивило, что им понравилось это блюдо. Очень вкусный, слегка еще хрустящий кабачок, хорошо приготовленная и нежная картошка под обалденным соусом. Очень рекомендую такой рецептик, друзья, все просто, быстро и вкусно. Ну что ж, мои хорошие, если вам понравился такой рецепт, подписывайтесь на мой канал и не забывайте про колокольчик. До новых встреч на канале вкусно, просто и доступно. Готовьте с любовью и будьте здоровы! Пока-пока!